Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленин рихтуется, значит, свое 90-годье. Сегодня она самая великая и одна из старейших в регионе, с богатой историей и традициями. Фонд установы наличивает выше 1 миллиона крыльниц информации, от традиционных книжных выдаций до современных лечебных носьбитов. До того же библиотека имя Ленина – это буйный информационный и социальный культурный центр, который отвечает густым интересам наведленников самого разного взрослого. Вероника Ворошилина с под обязанностями. Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленина для читателя шоу свои зверы открыла в далеком 1928 году. Тогда она еще не имела властного будинка и носила иншую назву. На тот момент решение об засновании отделения Белорусской державной библиотеки принял президиум Гомельского округового выканавшего комитета. До початку Великой Айчыны в установе наличивалось больше, как 30 тысяч книжных экземпляров, а в ее штатном раскладе – 11 супрацовников, не уличивающих громадских дейчев, які допомагали обслуговыванию читателя шоу и опрацовцы новых поступлений. Война не пошкодовала библиотечный фонд, а мальцалкам, он был знищенный и разрабованный фашистскими оккупантами. На счастье, дякуючи изладженным деяниям и отказному ставлению супрацовника установы, удалось эвакуировать и заховать самые каштоны и друкованные выдания со знакомитой коллекцией князев Паскевича. Они и зараз заховываются тут, в музее редкой книги. Даже если держать особенные раритеты можно только в Пальчатках. Этими крыльцами используются и зараз правдогалонным чином новоковцы. Для всех остальных мается каталог редких выданий на электронных носьбитах. Сучасные технологии в библиотеке ухраняются вельми активно, чем, например, еще 40 лет тому и марить не могли. Если сравнивать с библиотекой 1980 года, когда я пришла в эту библиотеку на работу молодым специалистам, мы, в общем-то, предположить не могли, что в библиотеке будет два музея, что в библиотеке будет народный любительский театр. Даже то, что мы сейчас обслуживаем читателей в автоматизированном режиме, это тоже, в общем-то, совершенно другая история. Потому что каждую книгу надо было записать, каждую книгу вручную вычеркнуть точно так же. Сегодня у Гомельска областная универсальная библиотека имя Ленина самая буйная книга-сховища в области. Фонд установы наличивает свыше одного миллиона разных крыльниц информации. От традиционных книжных выданий до сучасных электронных баз дадзиных. До того же это информационно-эдукационный и социально-культурный центр, который выкрыстовывает инновационные технологии и реализует шматривки науковые и творческие проекты. До примера, тут можно отримать основы компьютерной и интернет-письменности. Юридичную консультацию, корыстные веды и умения в клубах по интересах. Для наведывальника уладятся разностайные выставы, литературные вечерыны, концертные программы, творческие конкурсы. В библиотеке проходят новоково-практичные конференции, працует дискуссийная пляцовка «Новоковое кафе», различная для обмена ведами, меркованиями и идеями помеж вушеными и молодзю. Для всех жадающих так само открытый литературный музей народных письменников Беларуси, уродженцев, гомельщины. Ее замещаются, правда, уникальные предметы-оригиналы, закликанные знакомить наведальников с житем и творчостью наших славотых земляков. А еще в библиотеке имя Ленина ладится цикавые, познавально-забавляльные мероприемства для детей. Сегодня наша библиотека – это не совсем библиотека в классическом понимании этого слова, потому что у нас есть и музеи, у нас есть и замечательный библиотечный театр, и мы развиваем социальные услуги. И я хочу сказать, что за всей многогранной работой библиотеки именно и стоит ежедневный труд сплоченного коллектива, творческого коллектива единомышленников, настоящих профессионалов библиотечного дела и наших предшественников, которые и заложили те славные традиции, поддерживаемые библиотекой сегодня. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».